Здравствуйте! В эфире программа «Вечные ценности». Сегодня у нас в гостях писатель Дина Урас. Дина, добро пожаловать в студию. Добрый вечер. И, Дина, вы очень разносторонний человек, да, и, можно сказать, творческая личность. У вас очень много направлений интересных. Скажите, как удается сочетать в себе роль писателя, публициста, журналиста? Также вы художник, фотограф, любитель, актер, публицист. Знаете, таких людей на самом деле очень много. Мы знаем сами из истории, что есть такие писатели, как Марк Твен, Рэй Брэдбери. Поэтому здесь ничего нет удивительного, что мне интересуют разные стороны творчества. И я себя пробую в них. И для журналиста, для писателя, наверное, самое главное – это слово. Любить слово. А как вы к этому пришли? То есть это ваше предназначение или поиск себя? Если говорить о детском творчестве, то это пришло после рождения третьей дочери. А я начала писать детские стихи, и уже более осмысленно к этому отнеслась. А вообще это пришло в шесть лет, когда я была маленькая, прибежала к маме с маленькой тетрадкой, и показала ей, сказала, мама, прочти. Там было четверостише о каком-то животном. Я спросила у нее, мама, это складно? Мама сказала, да, складно. И я такая довольна побежала дальше писать. Наверное, вот с этого момента. А что вас увлекло к писательству? Ну, когда моя мама была беременна, она читала «Путь Абая». Когда я родилась, она читала мне произведения разных писателей и поэтов. И эту любовь к писательству, она приобщала меня к скалыбели, можно сказать. И когда я читала или слушала сказки маме, я представляла это вживую, как это. Кроме того, у нас дома был такой аппарат, как радиола. Вы знаете, да, что это такое радио и граммофонная пластинка. И каждый вечер я слушала песни какие-то на пластинках, сказки какие-то. И, естественно, я их повторяла и рассказывала. Кроме того, был у нас дома фильмоскоп. Тоже знаете, да, что это такое? И там была кинопленка, на которой мультфильмы, да. И когда ты их просматриваешь, читаешь самостоятельно, да, ты начинаешь другим рассказывать, и тебя начинает интересовать писательство. Ты начинаешь постихоньку что-то писать. И вот так я привлекла. Ну, как полюбила писательство, полюбила чтение, да. И как я пришла к журналистике, да, вот это вот. Получилось так, что во время объявления, что проводится такой конкурс для журналистов, да, нужно было написать, почему вы хотите стать журналистом, да. И я вспомнила вот этот момент из детства, когда ставила перед тремо куклы и медведей, да, брала книгу в руки и начинала вести в гостях у сказки. Или же представляла себя ведущей в мире животных и начинала животным рассказывать о животных, да. И вот эта вот любовь к таким передачам, да, к таким, ну, как бы она дала мне понимание того, чем я хочу заниматься в действительности. Потому что в жизни человек, например, он сразу знает, ну, большинство людей знает, чем они хотят заниматься, да, допустим, быть там художником или быть там бизнесменом, да. А ко мне это понимание пришло только после того, когда я вот родила свою дочь, третью, да, и когда я поняла, что писательцы и журналистика, они находятся где-то рядом. И я хочу быть в этом направлении развиваться, хочу этим заниматься. И какие книги у вас? У меня выпущены две книги. Кто же лечит зубы льва? И где живет единорожка? Пока только детское творчество. То есть вот детская литература, она сильно отличается от взрослой? Да, очень сильно. Дети – это настоящие ценители творчества, и они настоящие судьи. Ребенка не так просто обмануть, да. Если ты пишешь сказку или какой-то стих, они всегда улавливают смысл и всегда задают очень много вопросов. И поэтому мы учимся у детей писать. Мы учимся жизни у детей. Говорят, что взрослые мало обращают внимания на детей, но это очень помогает в развитии своего творчества, своей жизни. И я хочу сказать, что дети, наверное, это самые главные слушатели и самые главные почему-чки. Критики. Да, критики, почему-чки. Потому что когда ты слышишь почему, ты начинаешь об этом думать и начинаешь отвечать, естественно, на вопросы. А как вот приучить детей к тому, чтобы они читали? Ну, это самое главное. Своим примером. Во-первых, родителю нужно читать книги. Когда ты читаешь, ребенок смотрит на тебя, естественно, он хочет тоже узнать, что же такое интересное ты читаешь. Во-вторых, это создать атмосферу для ребенка, читая ему. Допустим, чтобы дома была библиотека. Возможно, записать ребенка в библиотеку, читать вместе с ним вслух, смотреть какие-то передачи, спектакли. И тогда ты приучишь ребенка чтению. Но еще также можно, допустим, если ребенок чем-то увлекается, например, наукой, да, посоветовать ему какую-то энциклопедию. И еще научить, наверное, ребенка писать. Потому что когда ребенок пишет о том, что он прочитал, он начинает этим интересоваться. А почему это так? То есть, когда он задает вопросы, и одновременно он же и отвечает. Да, и он же отвечает, обсуждает с родителями. Это очень важно. Тогда человек начинает мыслить, развиваться. А вот сейчас очень много родителей жалуются, что дети как раз и мечтают, потому что время интернета, то есть планшетов, то есть YouTube и так далее, да, везде готова информация. Вот как детей можно привлечь, ну, заинтересовать? К чтению, да? Да, к чтению. Вот знаете, у меня был в моей практике такой случай, когда я работала в пирожской библиотеке. К нам приехал писатель, поэт Дмитрий Бурага. И разговаривая с ними, ну, проводя интервью тоже с ним, да, был такой вопрос, как вот привлечь детей к чтению. И тогда его супруга ответила на этот вопрос. Она рассказала о том, что их дочь, она до 11 класса не читала литературу практически. И ей пришлось сдавать ЕНТ, а там она выбрала филологическое направление. А, естественно, там нужно много читать. И что сделали родители? Они вместе с ней читали книги и обсуждали. Вот так они привили любовь к чтению ребенку в 11 классе. Поэтому самое главное – это читать и обсуждать. А после этого мероприятия, как бы, я написала такой рассказ «Гугл тебе в помощь». Там как раз говорится о том, что девочка приходила домой, ее родителям было некогда с ней проводить время, да. И отец ей подарил телефон. Сказал, вот, если делаешь домашнее задание, «Гугл тебе в помощь». Вот, смотри. А ребенок, он не хотел смотреть и чему-то учиться с интернета, да. Он хотел получать какие-то знания от родителей, общение, внимание. И поэтому ребенок понял, как заинтересовать, да, родителей, чтобы они обратили на него внимание. Она просто пришла домой и попросила маму послушать, как она читает девочка. И девочка начала читать маме рассказ. Тут подошел папа, она его позвала. Ну, отношения между мамой и папой были не очень, как бы, да. И она все равно привлекла папу к этому, к чтению, да. И она дала понять родителям, что ей нужно внимание. Ей не нужен этот телефон, ей не нужен этот интернет, ей нужно общение. И написав этот рассказ, я поняла одно, что каждому человеку, взрослому, нужно хотя бы 10 минут в день читать. Независимо. Ну, дома он вряд ли будет читать после работы уставший человек, да. И я предлагала на встрече внести такое, например, пусть на работе любой человек может хотя бы 10 минут почитать, чтобы, придя домой, за ужином, обсудить то, что он прочитал со своими детьми. Тогда это будет какой-то ответ и привлечение детей к чтению. Тогда это будет. То есть все-таки дети могут и сами как бы заинтересоваться, да, как раз чтением. И мне кажется, уже идет такое время, когда они отвыкают, ну, могут ли отвыкнуть от планшетов, интернета, да? Да, могут, конечно. Это должно быть такое окружение, должна быть такая обстановка. Вот вы творческий человек, да, и где вы берете, можно сказать, вдохновение для того, чтобы как раз заниматься вашими направлениями? Ну, из жизни, в основном из жизни, из кино, из каких-то снов, идей, из общения с людьми. В основном идеи идут оттуда. Как и можно ли научиться писать книги обычному человеку? Конечно. Если вы много читаете, вы захотите написать свою книгу, даже в свои мемуары. Любой человек хочет. Книгу в основном сейчас пишут очень известные люди, блогеры. Они хотят передать опыт свой, рассказать о своей жизни. Поэтому любой человек может начать писать. Ну, это же как внутренняя самодисциплина, терпение, также настрой. Да. То есть не все обладают такими качествами, поэтому... Да, для этого нужно соблюдать режим. Допустим, ну, вы не сможете сразу, допустим, сесть и написать всю книгу, да? Вы должны составить какой-то план. Подготовиться к написанию книгу, выбрать своих героев, какой у вас будет сюжет, да? И уже придерживаться этого. Можете ли дать совет нашим зрителям? Например, кто хочет начать писать книгу? Или свою книгу? Совет зрителям? С чего начинать? Составить режим своего дня. Допустим, сегодня я напишу один абзац. Сесть, сконцентрироваться и начать писать. Придумать, кто будет главным ваш герой. Придумать, какой у вас будет сюжет. Придумать, для кого вы это пишете, для какой аудитории, для взрослых, для детей. Когда вы начинаете, пока есть вдохновение, вы пишите. Если вот оно заканчивается, отложите, не мучайте себя. Лучше пусть это, ну как, пройдет время, да? Вы перечитаете, вы увидите свои ошибки, вы можете откорректировать, поправить. Вы можете спросить чье-то мнение, допустим, того же самого ребенка, да? Если вы пишете для ребенка. Ребенок вам подскажет, как он это видит, да? И вы увидите тоже другую сторону. Может быть, обычно, знаете, как бывает? Вот, допустим, если я пишу, например, у меня тема какая-то определенная, допустим, пусть будет про птицу, да? Я начинаю писать, думаю, вот сейчас я птицу напишу, а выходит потом в конце или сказка, или стихотворение совсем другая задумка. Ты даже не понимаешь. Ты начал с одного, а закончил совершенно другим. Ты думал об одном, писал, а мораль совершенно другая вышла. Ты показал произведение совершенно с другой стороны. Ты даже не можешь управлять своими фантазиями, да, или мыслями, когда тебя ведет вдохновение. Тебе хочется выложить все, что есть у тебя внутри, в захлеб, как говорится, да, ты не можешь остановиться. А бывает такой момент, когда ты вообще не можешь взять в руки, как бы сказать, ручку дай что-то написать, потому что у тебя нет настроения, нет мыслей, нет, как сказать, каких-то впечатлений, да. То есть это зависит от того, что ты чувствуешь внутри. Если у тебя горит огонек, и сейчас хочется, то начинай, не откладывай. Ну, эти качества, они же не у всех есть. Или у всех бывают? Они есть у всех, абсолютно у всех. Нету таких людей, у которых не горят глаза. Просто их не существует. Когда вы пишете книги, как придумываются сюжеты, герои? То есть кто для вас пример может быть? Это вы из жизни берете, или у вас есть другой источник? Ну, в основном из жизни, наверное, по наблюдениям, да, допустим, допустим, что-то вас удивило или вдохновило, вы обратили на это внимание, захотели об этом написать, рассказать другим. Это как приходит понимание, как будто ты растешь. Ты как маленький ребенок, который поднимаешься на какую-то ступеньку. Вот так приходят сюжеты. И вы ее переносите? Да, в рассказ переношу, или в сказку, или в стихотворение. А вот над чем вы сейчас, сегодня работаете? Сейчас я пишу две сказки. Надеюсь, я их скоро закончу. Ну, не хочу немножко раскрывать. Насколько сейчас, на сегодня сложно писателю? Потому что, ну, как мы знаем, писательство, оно не совсем выгодно в коммерческом понимании. Ну, для того, чтобы стать писателем, да, наверное, в Казахстане, да, у нас, нужно очень проделать много работы. Для того, чтобы не просто быть писателем, да, ну, нужно бы знать маркетинг, менеджмент, бухгалтерию, какие-то иметь основы предпринимательства. Монетизацию. Да, монетизацию, да. Это не все так просто, да. Но если выверить, составить план, то возможно, его придерживаясь, то возможно, да, стать известным писателем и довольно, ну, как сказать, популярным, да, и прибыльным. Ну, например, с развитием интернета люди перестали читать бумажные газеты. И дальше чат ЧПТ, Гугл, то есть информационный век, он сильно набирает обороты. И как вы думаете, книги будущим бумажные люди будут читать? Я думаю, книги будут читать, потому что любому человеку нужно образование. Любому человеку нужно развитие своего мышления интеллектуального. Любому человеку нужно что-то делать в этой жизни. Та же самая работа заключается в чем-то то, что ты каждый день что-то узнаешь новое. А откуда брать эти мысли? Только из книг. То есть книга – источник знаний. А назовите ваши любимые книги. Четыре-пять книг. Ну, это Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Каосаки «Бедный, богатый папа». «Богатый папа, бедный папа». «Маленький принц» Антуан Экзюпери. И, конечно, Рэй Киплинг. «Маули». Ну, «Маули», наверное, больше для детей, да? Нет. Вот как раз-таки сказки, они написаны не для детей. Они написаны для взрослых. Почему-то люди думают, что вот если сказка, то она чисто для ребенка. Нет. Потому что в сказках заложено именно то, чему учится взрослый человек в жизни. А как он может это донести до ребенка? Только в виде сказок. То есть там как бы есть глубокий смысл? Да, глубокий смысл. То есть он более завуалированный? Завуалированный. Ну, замучажным образом. Да. Вот, допустим, тот же Чаполино. Какая там политика написана? Да. Вот это все завуалированное. Любая сказка, любое стихотворение, оно имеет глубокий смысл. Вы еще и актер. Да. У вас есть актерский опыт? Есть. Да, расскажите про это. Ну, туда я попала совершенно случайно. Это была знакомая. Она сказала, не хочешь ли поучаствовать в массовке фильма, да? И мы... Я сказала, да, конечно. И собралась. И мы поехали с семьей. Со своими детьми я туда поехала. Мы участвовали в фильме. Он назывался «Норлжол». Короткометражный фильм. И мы с детьми пошли, оделись, как будто мы собрались в дорогу, в поезд, как будто мы туристы. И мы снимались в этом фильме. И вот однажды попробовав, как говорится, тебе это понравилось, и ты уже не можешь отказаться. Естественно, ты начинаешь к этому стремиться. После того, как уже ты участвовала во многих массовах, когда там каких-то ролик, когда тебе захотелось получить такой опыт, а как это снять фильм? И пришло такое... Ну, все в судьбе, говорится, не случайно, да? Было объявление там «Обучиться на режиссера». Да, я увидела это объявление, и мне захотелось онлайн обучиться на режиссера. Я начала обучаться и практиковать одновременно, снимаясь в фильмах, практиковать, как же это будет режиссером. И получилось, те актеры, которые были вместе со мной на площадке, они тоже захотели снять фильм для своего портфолио, да? И мы совместно сняли короткометражку и показали ее. Потом захотелось еще снять, поучаствовать в конкурсе. Наверное, вы слышали, 48 часов проводит американское посольство, снять фильм за 48 часов. И мы тоже попробовали в этом и сняли еще одну короткометражку, которую потом показали в Меге на большом экране. И когда ты видишь свое творчество, ты думаешь, вау, это возможно, и я могу сделать все, что я захочу. Вы еще вице-президент общественного объединения, международное содружество народной дипломатии. Что это за организация? И чем она занимается? Ну, эта организация, она занимается продвижением народной дипломатии. В этой организации состоит более 3000 человек со всего мира. Писатели, публицисты, художники, композиторы. И она проводит различные литературные мероприятия. Допустим, мы проводили конкурс, называется «Литературная Азия». В 2021-2023-м. И вот сейчас проводится в 2024-м году. Каждый конкурс посвящен какой-то определенной теме. Вот, допустим, первый конкурс был посвящен 30-летию независимости и 750-летию Золотой Орды. И в этом конкурсе участвовало более 200 человек из 20 стран мира. В 2023-м году более 400 человек из 60 стран мира. Вот представьте, сейчас мы проводим третий конкурс, сколько будет участников. И когда мы этот конкурс проводим, получается, писатели, поэты, студенты, школьники, независимо кто, они все знакомятся с историей Казахстана. И получается, что мы ее популяризируем. А что такое народная дипломатия? Ну, народная дипломатия это отношения между людьми разных стран, дипломатические, получается. Допустим, вы пишете стихи, допустим, и я пишу стихи, и, допустим, я пишу на русском, а вы пишете на английском. И вы прочитали мой стих и увидели, вам он понравился, вы захотели его перевести. А может, вы захотели на него наложить музыку, сделать из этого песни. И так заключается как бы коллаборация между вами и мной, и создается какое-то творческое, не знаю, произведение. То есть это как обмен опытом, да? Да, обмен опытом. Кроме того, поднимаются такие темы, как дружба, мир. И это самое главное направление нашей организации. И основная цель ваша? Чтобы люди могли между собой контактировать и помогли наладить мир во всем мире. Вы глава творческого объединения «Авангард». Да? Да. Расскажите про это направление. У нас в объединении на данный момент 26 человек, поэтов-писателей города Астаны. Мы проводим различные мероприятия, связанные с продвижением литературы, казахстанской литературы и других стран. И мы читаем свои авторские стихи, привлекаем молодежь и делаем так, чтобы создавались какие-то комьюнити, какие-то мероприятия, да, чтобы привлекалась молодежь. Такое у нас направление. Это оффлайн или онлайн? Вы оффлайн, вернее. А, оффлайн? Да, оффлайн. Вы встречаетесь? Да, встречаем. Мы читаем свои стихи, свои произведения. Если, например, мы проводили с посольством, допустим, Китая, мы читали стихи китайских поэтов и свои стихи, естественно, обсуждали. И на такие мероприятия люди очень приходят, много, да, и их интересуют такие мероприятия. Мы также делаем свободный микрофон, когда человек может прийти и прочитать свои произведения. Это очень хорошая площадка для обмена опытом, знаниями, мнениями, обсуждения литературы. А вот из книг, если брать, из ваших любимых книг, или, может быть, вы порекомендуете из казахстанских писателей, есть книги? Да, мне вот нравится из казахстанских писателей Булата Микибаева, книга «Дорога домой», по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Он там рассказывает о жизни своего отца, ну, как бы прототип, да? Это очень... Книга, меня она очень впечатлила. Это казахстанский художник, который живет за рубежом, да? Ну, вот он написал... И сколько шатал, кстати? Написал очень хорошую книгу, которая заставляет очень задумываться о жизни. Таких у нас писателей ну, очень мало, я скажу, которые пронесли что-то через свою жизнь и передали это, ну, показали это, так как оно есть в действительности. Не каждый это может написать так. А с детскими казахстанскими писателями? С детскими казахстанскими писателями Дарья Джамагельдинову. Мне очень нравится, как она пишет. Ее произведения, они просто вкладись нашего богатства. И дети как бы... И дети читают. Читают. Она вторая Агния Барто. Наша программа называется вечной ценности. Какие ценности являются вечными для вас? Ну, впервые, человечность, гуманизм, любовь, мир, правда, честность. Самое важное, наверное, в любом человеке. Спасибо большое, Дина, за то, что сегодня были у нас в гостях. А мы заканчиваем всего хорошего. Спасибо большое.